Я сегодня очень рано встал, очень устал, мне что-нибудь не было читать. Это моя любимая в этом самом деле, и единственное, что я, собственно, помню, из «Звездных войн». Если кто смотрел, когда этот магистр йода его учат поднимать силы мыслей из «Звездолета» в болото. Он говорит, ну, я попробую. Не пробуй, делай! Или не делай! Я очень рада любила, если мы его выиграли. Да. Последний магистр, я не закончил, я же сам выиграл. Там есть дивное примечание, на котором нет сноски. Сноски. Так не может быть. Это значит, оно ушло. Почему бы я не написала? Это оно технически, значит, ушло за линию горизонта. Так бывает. Но так просто физически не может быть. Да. Значит, на странице 21. 57 примечаний. 57 сносок. И 58 примечаний. На странице 22. Есть 58 примечания. Но к нему есть и 58 сноска. Но к нему есть совершенно отдельная примечания. Крайне подозрительно. Я в техническом моменту это может быть. Я тоже не подозрительно. Сами разбирается. Я с своей стороны все вычислил. А что? Все, мы вообще-то в записи уже. Ребята, давайте потом. Ладно? Сейчас, сейчас. Двину, двину. Ну, на Кафа-Мутбе. Это точно. Где именно? Кафа-Мутбе. Я с вами не так пою. Сейчас, что нужно с тадуины. А, нет, правильно, правильно. Это я, потому что читал вчера. Кафа-Мутбе. Вот это субья Алиф. Вот самый первый субья. Это у вас примерно четверть от начала страницы. Или что-то вроде этого. Танья Амрула Эмбет-Илели-Бет-Чамай. Вот кто читает? Давай, Аня, давай начнем с тебя. А потом посмотрим. Кафа-Мутбе. Что-то идиот. Во-первых, звуку, что нельзя для нашей пользы это объясняют. Но на самом деле это то самое слово. Идиот от оттуда же. Это человек, который ничем не примечательен. Идиот в греческом, это, я так понимаю, идиот бы не гудли. Человек, который занимается официальным должностям, занимает карьеру. Идиот это человек, который не участвует в общественной жизни. У нас это не совсем так. У нас идиот это просто сравнение с чем-нибудь более высоким. Если мы говорим, например, Ле Куэн Гадол, Ле Куэн Гадол Ассур Литхатен и Мальмана. Вэ Ле Куэн Идиот Мутар. Обычный, а не замечательный. В данном случае, с кем мы сравниваем? С Гавоа. Маза Гавоа. А, да, можно, конечно. Мы говорим сейчас о том, контекст такой, что Бет-Хилель разрешает приносить приносить всесожжение в праздник, а Бет-Шамай запрещает. Да, Бет-Шамай говорит, Шамима Валолот. Да, то есть те же, которые едят, но не те же, которые не едят. Сожжение, понятно, не едят. Там люди сгорают в целиком. Депрактический урок, но на предыдущем, где-то сапог. Да, это все обсуждается все та же мишна. В предыдущем уроке мы занимаемся немножко другим. Здесь мы занимаемся тем, что про возложение рук, там больше. А здесь они как бы, здесь мы возвращаемся к спору в мишне, и здесь в этой Бет-Хилле приводят аргументы, почему, собственно, им кажется, что можно. И там будет некий спор. В чем, собственно, этот спор заключается? В сравнении идет Гавоа, Мармис Гавоа. Идиот – это значит обычный человек. Просто человек. Человек вообще. В отличие от Бога. Итак. Человеку, да. Человеку, да. нечто разрешено Богу, а место, которое разрешено человеку, не за Богу, что разрешено Богу? Нет. Конечно, нет. Не совсем так. Да. Если там, бомоком, это по-русски лучше переводить, как просто там, да. Если там, где нечто разрешено обычному человеку, запрещено обычному человеку, разрешено Богу, то там, где это разрешено обычному человеку, неужели не будет разрешено Богу? Ино-дин, в смысле, что разве не полагалось бы, чтобы, да. Вот как-нибудь так. И речь вот о чем? В субботу, да, в субботу нельзя забивать животных пищу, как мы знаем, да. В том числе нельзя приносить животоприношения и животоприношения, которые употребляются в пищу. Но! Олотто приносит ежедневные животоприношения, комедий, или муссов в шабах, тоже приносит. Приносит. Значит, это то, что они говорят. Если в субботу, вот это бомакомши ассурли бьет, да, если в субботу, когда это дело запрещено ради обычных людей, да, чтобы они что-то ели, Богу-то это разрешено, то есть разрешено приносить все сожжения, так неужели лишь в тот день, когда человеку это да, разрешено в емте, это не будет разрешено Богу. То есть, получается, немножко смертная ситуация с точки зрения бетфилеи. в субботу мы не приносим эти шламы, мы не можем себе это позволить. То есть, себе мы как бы не приносим, но Богу-то приносим, так что же мы в емте будем запрещать, наоборот, себе разрешают, а Богу, знаете, запрещают, странно получается. Дина-то навсегда намекает на Халево-Хомер, да, они строят здесь классическую схему у Халево-Хомер. Если человеку это, что, ну, с Богу-то тем более, не дарим в недавод Йохиху, чтобы не идти в дальнейшем недавод. Окей. Доказали? Доказывают. Мои наши права, только. Доказывают, что разрешено. Нет. Они не доказывают, что разрешено. Они доказывают нашу правоту. Поскольку, шея в данном случае это, но веет, поскольку веется. Поскольку человек разрешено, а Богу запрещен. Да. Что это значит? Это значит, что этот спор ведется к предположению, что они оба согласны. Мы помним, что там были некоторые разногласия по этому вопросу. Но здесь предполагается, что они оба согласны, что надаримый навод не приносит в Йохиху. ПНГС что? Он говорит, получается, ведь как? Получается, что человек обычную скотину забить может? Не в жертву, а просто так. Может. Ёмка. Может. Лиды. А надаримый навод не может. Ну и вот, получается, что надаримый навод хотя бы отчасти идут, ну, отчасти идут свеком идут Богу, да? То есть получается, что Бога таким и по-любому как-то ущемляют права, да? Ну и ничего удивительного, что на его и ученищем правах еще. Наоборот, у которых нет установленного времени. Там немножко синтаксис чудной, да, он не чудной для Толмуда, но для нас немножко чудной, это понятно. Вот ты говоришь про надаримый навод, там примерно так надо переводить, да? Вот ты говоришь про надаримый навод, но у них-то нет определенного времени. Что же ты скажешь про улатра и я? выделена определенного времени, да? Ведь опять же мы помним, что оба они исключают по этой версии, опять же, там есть две версии разные, по этой версии оба они исключают надаримый навод, да, что нельзя их приносить ни в каком времени. Разногласия у них главная именно по вот этому вот, по этому месту. Бей, Шамай говорят, что даже улатра и я им запринесить, улатра и я напоминают это жертву, которое приносится по самому факту паломничества, по самому факту праздника. И она именно что праздничная, она должна быть прописана в этот самый праздник. Значит, Шамай говорит, и тем не не вьет, но ты не не запринесить. Или говорят, что можно. Да? И об этом они спорят. он говорит, обезлили, говорит, ну как же так? Ты говоришь про надарил водонавод? Да, водонавод можно приносить когда угодно. Нету никакого как бы. Но про лаптера и я нарочно сказано, что именно вот сейчас, когда ты приходишь в паломничество, ты сейчас должен ее приносить. У нее есть определенное выделенное время. И какого черта ты не говоришь о нет. Специально все назад. Из надарил эта формула молит это тататам шинь тататам тума па-па-пам па-па-пам это формула того, что они говорят, что из этого ты не можешь доказать вон то, потому что там вот этот вот самый Хальва Хомер как раз не складывается. Там нету там есть существенные отличия. Эти не про определенное время, а это как раз про определенное время. Итак. Вы же знаете Аллахап из 5 какого или да? мы знаем какая Аллахап она до появления третьего храма беспокоить будет не особо прямо скажем. Все историческое время оно как бы было теоретическое да, мы знаем историческое храме да ну тут даже понятно ну и дальше что? Ну и дальше что? Да, это их аргумент, да. Потому что есть такая личность, в которой говорится. Тот, кто в первый день праздника не попраздновал, имеется в виду не принес праздничную жертву. Тот празднует все дни Холин-Вэйт, имеется в виду? Да, имеется в виду, имеется в виду. И он говорит так, что тут идет речь о сломехе Гиган, не о Латре, а о сломехе Гиган. Но они как бы сцеплены и имеются. То есть он говорит так, как шломехе Гиган приносит весь праздник в любой день его. Их-то можно по всем мнению приносить в первый день. Да, и в ем-то, потому что это шломехе Гиган. Значит, если некто почему-то упустил, то, возможно, в первый день праздник поможет приносить ее весь праздник. А для шлоту, у которого в день всего один, там устроен специальный 7-неэтаж румен. Это там в Хагигане рассказывается об этом. То есть он говорит, что нет, нету такого вот прямо сегодня не принес, и все. У нас есть не так, это процесс, он растянутый во время. Слушайте, а почему у нас свет не горит? Мрачноват. Видимо так. О, классно, вот гораздо лучше. Где мы были? Вот. Значит, он говорит, что, ну, кого-то, ну, кого-то, там все-таки, там, есть некоторый, там, такой, растянутый процесс, когда его приносить. Как шломехе Гиган? Сейчас посмотрим, что тут говорят документаторы. А в золкового взман? Нет. Урожка какая-то другая вообще. Другая Гиган такая ощущения. Да, было. Да. Я пытаюсь понять, почему они говорят именно о Хагигане, а не о Булатре и Я. Видимо, потому что про Вулатре и Я они не нашли хорошего. Хорошего, хорошего аргумента. Они говорят, что это шломеха Гига, который как бы сцеплено с вашей, ну, не так, как на самом деле и есть. Окей. И теперь обратный зад, да, дальше. Ну, там же погибло. Если, если хорошо праздник, а ты никогда не принес жертву человек, то это не было ответственности. Нет. А если ты это говоришь, ты не выделяешь определенного животного, да, в эту жертву. И в этом смысле ты Хая-Бахра-Юто. То есть, если то животное, которое ты наметил в эту жертву, там, пропало, умерло, ломало ногу, ее теперь нельзя принесли. То есть, ты должен поставить другое животное вместо него. Это называется Хая-Бахра-Юто. Теперь, с праздничной жертвой, это устроено так. Все семь дней, пока ее, ну, или там восемь, там, сколько, пока ее можно приносить, ты Хая-Бахра-Юто, да, ты должен принести другую жертву, если это животное не поломалось. А по прошествию правильных уже нет. И что значит? Это значит, что это не время приношения дежурных. Что время приношения дежурных реально прошло. Это тривиальная вещь. Шамай Бетхилей просто указывает на некоторую процедурную, процедурный аспект этого вопроса. Но мы и так понимаем, что аргумент Бетхамая слабый. Конечно, у нас есть не один день осень. Ну и что? Но все равно это некоторое выделенное время. В смысле, ты не должен, не обязан, обязан, прямо стопроцентно обязан приносить ее в сам-сам праздник, да? Но времени у себя реально не так много, чтобы им разбрасываться. Но в течение... В течение... Да, но Бетхилей тут тоже немножко... У Бетхилеля тоже немножко слабовата аргументация здесь. Почему? Потому что, тем не менее, эта неделя включает в себя и не праздничные. Когда ее таки можно прям принести, даже по Бетхамая. Слушай, ну, собственно, Бетхамая и говорит, как бы, а в чем наша насущная прям необходимость нарушать емтов ради того, чтобы это принести? Боже ж мой, а подождем до завтра. Ну, мы подождем до завтра, а потом завтра что-нибудь еще будет. А потом суббота, а потом опять емтов. Глядишь, мы уже ее и не принесли вовсе. Ну, как-то такая примерно идеология за это все стоит, да? У Бетхилеля такая идеология. Бетхамая говорит, наоборот, Бетхамая говорит, в емтов мы не можем принести, потому что мы можем принести на следующий день. Да? Да? Мы не можем... Мы... Бетхамая пытается избавиться от всего, что нам мешает, как бы, соблюсти емтов весьма строго. Он говорит, ты это есть не ешь? Не ешь. Приносить жертву? Да, очень хорошо. Томит ты приносишь жертву. Потому что томит нужно каждое утро приносить жертву. Один завтрашний томит его не заменит. Муса ты приносишь, потому что именно в этот день нужно приносить муса. Но у Латра и Я ты можешь принести запросто за следующий день. И какого фида ты будешь сейчас его приносить в емту? Когда ты можешь его делать при какого-то поля мой? Бетхамая говорит так. Ну хорошо. Вот ты перенес ее на один день. Потом ты забыл, потерялся. Не знаю, у тебя там дети заболели. А потом уступил Шаббат. А потом еще что-нибудь случилось. А там уже глядишь и последний емту. А дальше ее приносить уже нельзя. Ну, обе аргументации не безумно сильные, я скажу. То есть, вы говорите, Айна Ухаяк за фиолетово означает, что если прошел праздник и не приносится? Не приносится, она уже не приносится. Да, это то, с чего мы начинали. Штензайз приводит полную версию стиха. Это то разрешение, то исключение из законов субботы, которое действует в емках. То, что ты можешь есть, ты можешь себе делать. Дальше. Переведи, пожалуйста. Сказали на это в Эйчамай. Но вам же уже написано, сказано, что это для вас и не для Бога. Для вас, и это значит не для Бога. Зачем написано в стихе это слово аргумент? Именно для того, чтобы исключить не вас, как бы, да? Это только для вас. А это что значит? Это значит, что для Бога нет. Жертвы несъедобны и не приносят. Поэтому... Агашэн, ли Ашэн? Да? Кольде ли Ашэн? Кольде ли Ашэн? А где это сказано? Это в другом месте сказано. Книги Вайкра сказано. И празднуйте его праздником Господу. Все, что Господу можно приносить. Там была аргументация уже, по-моему, в Мишне. Или в Курсовой Господу. Они говорят, что за разных стиха. Один говорит, что написано Лахэн. Лахэн, вело ли Габоа. А он говорит, что написано Ля Ашэн. Кольде ли Ашэн? Любую жертву теоретически можно принести. Как Бред Гилель будет объяснять тот стих, который привел Дэд Шама? Инфе Матальмудуя в Лакхрин, Лахэм, вело ли Габоа. Окей. Да, ну, это можно уже взять, по-моему, непосредственно. Если так, то что? Толмуд – это в данном случае Писание. Тора. Если так, то что? Тора имеет в виду ход вам. Да. Вам, а не… Ну, Хрим – это Гойн. Не совсем евреи. Да, да, верно, совершенно верно. То есть это Лахэм в любом случае должно что-то исключать. Янг довольно демонстративно. Ну, как демонстративно? Для Писания оно не демонстративно. А для Толмутического мудреца, который выискивает такие вещи, оно довольно демонстративно и лишнее. Лишнее слово в стихе обычно сказано, обычно говорится либо для того, чтобы включить что-то неочевидное, либо для того, чтобы исключить нечто неочевидное. Значит, в данном случае довольно-довольно понятно, что оно исключает нечто. Что оно говорит – для вас и именно для вас. Они… Ведь, чем я говорю, они для Бога. Они просто так жертвы, да? Это должно, даже если жертвы, оно должно быть съедобным. Это для вас. Беретелый говорит – нет. У нас есть другой стиль. Это называется Ла Ашэн. Коль де Ла Ашэн. Праздник… Он не совсем… Праздник… Ну, как бы идеология такая. Что, собственно, нам хотят сказать авторы. Ну, редакторы, так сказать. Что эти праздники, они одновременно нам и будут. Да? И это проводится… Нельзя забывать ни того, ни другого. Значит, Ла Ашэн говорит – не забудем и о том, что сказано для Бога. Окей. И тогда хорошо. И как же мы тогда будем бороться с этим вот стихом Ла Ашэн? Он все равно продолжает быть, глаза колоть и говорит, что надо никого-нибудь исключить. Конечно, мы исключим. Исключим. Гоев и собак. Одним списком, понятно. Кошек тогда меньше держают. То есть, ты не можешь готовить нарочно еду, которая будет жрать только собака. Да? В праздник. Нет, ты можешь готовить нарочно. В любой другой день, пожалуйста. Но в праздник ты можешь готовить человеческую еду, но не можешь готовить скотину. А об этом будет речь дальше. Скорее, ты можешь собачьей едой питаться сам. Ну, в смысле, если ты будешь собачьей едой питаться сам, то тогда можно готовить собаки. Нет, понятно, что ты можешь бросить кость собаки от своей еды. Это понятно, это даже не обсуждается. Вопрос, в какой ситуации ты можешь специально сварить собаке еду. А конкретно, там будет даваться ответ конкретно в той ситуации, когда ты готов ее есть. Неужели они для собаки сильно готовили? Конечно. Понятно. Еще раз. Забачьего Кольного не было, но нет. Понятно. Во-первых, там потом выяснится, что да, кое-что готовили. Во-вторых, здесь это пока не релевантно. Это процедурная некоторая формальная отмазка. Он говорит, если не Бога мы исключаем, если Бога мы включаем в это, как бы, сообщение лохэм, лохэм вэно, как бы, да, если он говорит, давайте скрестим эти такие шмоты вэйкра вместе, значит, получится лохэм вэле ашэм. Тогда кого же мы исключаем? Мы исключаем еду, которую мы нарочно готовим для неевлеев, и еду, которую мы нарочно готовим для скота. Поросенок он варит, я не знаю, как... У нас поросенка нет, да? Не принято. Но я точно знаю, когда еще я езду в Россию, в всякие деревья, я точно знаю, что поросенка нарочно варит. Вот, ты был в практике? Если бы у нас был в практике, то варит ему бы не следовало. Есть ли наркоз, который, допустим, мы не знаем, как его исключить, что нам не Богу или как-то по-другому? Нет такого, что они тогда смотрят всеми так? О, нет, ну шо ты, ну, Нань, ну ты че такое? Нееет, оно, во-первых, правда, как-то будет разным. Ну, конечно же. Зачем бы ему во всех местах обозначать одно и то же? Сама подумала. Эта штура тогда незачем было писать. Наоборот, фантазия состоит в том, чтобы в каждом слове, в каждой букве, и даже в каждой вот этой вот, знаешь, изыскать свой уникальный смут. Вот это был бы высокий класс. Мы пока так совсем не умеем. Вот сейчас, если же мы не понимаем какого-то слова в туре, мы ищем, где на других местах приводится, и пытаемся из других контекстов понять, что оно может значить. Да, потому что у нас задача другая. У нас задача другая. И это нужно очень-очень четко узнать. Я просто вчера учил фантастическую волшебную субью про кто вдаль на хозяин в Хадиге. Прямо в лицо тебе говорят, что ничего не изменилось, но мы постановили так, и будет так. Туму и Тару. И вот в этой ситуации ничего не изменилось, и она будет Тумай, а вот в этой ситуации она будет Тару, и вот так. И что хотите, делайте. Так вот, это я не совсем про это, это я про логику. А тут, значит, понимаешь, смысл исследования текста в нашем понимании, в квазинаучном или научном понимании, это попытка разобраться, что с самого начала там было сказано. Казалось бы, хотя на самом деле нет, этой задачей занимаются пшатные комментарии. Но мы-то в любом случае не имеем дело с пшатным комментарием. Ну, по определению не является пшатным комментарием. И ему более или менее, ну, он-то никогда так не скажет, но я за них скажу. Им более или менее все равно, что там на самом деле говорят. Важен метод, с помощью которого они из этих слов извлекают, или с помощью этих слов, или опирают на эти слова. Я даже не знаю, там, видимо, процессы вообще разные. Есть несколько разных процессов формирования того, что мы называем эталмудическим сознанием, эталмудическим мыслим. Есть традиция устойчивая, есть действительно какой-то таксуальный анализ, есть влияние сопредельных народов, есть, да, куча всего. Есть личные фантазии каждого из мудрецов. Так вот, все вот это вот нам нужно каким-то образом привязать в Туре. И то, что мы видим здесь, да, как Далахэм, Ляшэм, это и есть попытка привязать уже готовых наших гэй к чему-то сказанному Туре. И это мы с блеском успехом делаем. А никакой другой задачи у нас просто нет. Так, кто следующий читает? В этом, кажется, мы разобрались. Что нет, Лена? Что нет? А ведь придется. Зора, значит, ты. Что нет? Ну вот чему-то, вот не надо так делать, пожалуйста. Нет, и что тогда будет, и все остальные. Вот вообще никогда они не научатся так это делать. Нет, очень. Почему читал в прошлый раз? Я думаю, что все просто попробую. Взор, попробуй. Все спать легла очень рано. Все спать легли рано. А я еще поднялся, и свет не заря. Да, 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 и я. Я давно легла спать, и он спать. Ладно, что с вами, Ань, читай дальше. Не замудывай его. Ага, вот тот же самый спор, он передавал по-другой, другими словами, вроде как. Почему про него в женском роде? Нет, Омер Ота. Это не про него в женском роде, это про сообщение в женском роде. Кира, это плита. Передал тот же спор всему, аргумент Беяделеля, он передавал ему слова, да, и как это про открытие. Кира, еще раз, кира, это плита, на которой он готовит. Кира, я не поняла. Ну попробуй. Вместо плиты. Нет, еще раз. Маба, Маком, если там, где... Если там, где, твоя плита, с ума... Закрыто не работает. Закрыто. Плита... Ну, в каком-то смысле, имеется в виду, опять же, кто должен был. Плита Бога. Да, а что такое плита Бога? Жертвы. Совершенно верно. То есть, жертвы приносят даже в те дни субботы, например, когда нам готовить запрещено. А там, где твоя плита, неужели же плита Бога будет закрыта? Нет, да, вот именно что. Тем более, по закону полагалось быть, чтобы плита Бога, тем более, работать. Там Бога, это, разумеется, жертвы. И речь идет про субботу, опять же, Йонг. В субботу тебе запрещено готовить. Но Бог будет при жертву приносить. Так неужели же мы запретим приносить жертву в те дни, когда ему и сами тебе готовить муж? Да? Вот так это работает. Ну, не тем более, а просто и так же полагалось бы, как бы, и... Так же полагалось бы, что не было такого, что твой ствол полон, а субботу, сколько вкусов. Ну, да. Ты... У тебя праздник. Ты, наоборот, у тебя как можно больше... Ты жрешь много. Реально, да? То есть, как бы, мясо, это тот самый признак веселья в праздник. И ты, наоборот, это заповедь, как можно больше этого всего жрать. А у Бога, значит, будет вот этот вот жалкий барашек с утра, жалкий барашек с вечера, и еще мусор там посредине, и все. Ну, это так как-то не по понятиям, да? Вот Дзина, это как раз по понятиям. Вымайка, а не флаги, а чем же спорят? Так, давайте уточним. Я говорил об этом. Что такое камни-палги? Это спор, да, конечно. Но это спор, на какой уровень спора нас это выводит? Понятно. Еще раз повторю, и буду повторять еще, наверное, много раз. Значит, у нас есть некоторый уровень спора, с которого все дело начинается. Да, мы разошлись в каких-то мнениях. Майка-ми-палги поднимает нас на уровень вверх. На уровень более идеологического различия, чем то, что у нас есть в наличии. А майна-вкамена, наоборот, спускает нас на уровень более практического применения. Майна-вкамена или майка-вкамена. Опускает нас, наоборот, на уровень ближе к земле. А как это логически проявляется в разных ситуациях? Как это расхождение, сколь угодно идеологическое или какое угодно еще, будет проявляться в реальной жизненной ситуации? Это майка-вкамена. Майка-ми-палги, наоборот, какие именно идеологические разногласия отражаются в этом более конкретном споре? И какие же? А, вот тут вот ровно то, что я сказал, совершенно здесь оказалось неправильным. Они вот наоборот, они применили здесь, как бы, майками-палги, как если бы он был оператор майна-вкамена. Это обычно наоборот. Что это марс-самар? Один мар – это уважительное обращение к отсутствующему дрецу. Не кто-то один сказал так. А кто-то считал, что необязательные жертвы приносится вьем, а кто-то считал другой, что нет. Ну, кто-то. Бенфилей или бет-шамай, соответственно. Считал, что нет. А-а-а, и тогда, а-а-а. И тогда по Абе-Шаулю, получается, вот снова у нас уже возникала эта версия. По Абе-Шаулю получается, что у них разногласия не только в принесении латры и я, но и в принесении вот этих надаримых надавок. Потому что, когда он говорит, давайте наполним стол Бога жертвами, как можно больше наполним. Так наоборот же, как раз получается, что если у нас праздник, радость и горы мяса, то у Бога там будет ровно то же самое. И тогда эти надаримые надавок пощается приносить праздник. Получается. Ну, по логике вещей так получается. Он говорит, и вот, таким образом... А-а-а, нет, конечно. Бомайками Палги здесь не про них. Бомайками Палги здесь. Про того, кто передавал это тем предыдущим языком, и про того, кто передает это этим. Предыдущий Брайт это это, грубо говоря, да? Предыдущий Брайт это как? Он говорит, а весь вход предыдущий Брайт подчеркивает, что и Бейпелель, и Бейпелель, и Бейпелель, и Бейпелель, и Бейпелель. Окей. Теперь Брайт и закончились. Собственно, Брайт уже закончились, когда мы перешли на арамейский язык. О-о-о, да, тут интересненько, ну... Я пишу… Я пишу… Я пишу… Я пишу кроме того, что звучит на арамейский язык. Я пишу… Я пишу... Я пишу.. Не пишу я пишу… Давай закончим рассуждение… Я пишу… В следующем будет аргумент... Сейчас мы давай разберемся, что он как-то не сказал. Сказал ради угла. Ну, разгона все же. Согласно тем, кто говорит, что не обязательно жертву не принялся в тазик, вот это я не понимаю. Дальше так. Давай я уже тогда перехвозу. Не следует говорить, что по закону Тор вообще-то их можно было бы принести. Закажу это Руим. Руим Ли Харел. Что это дословно значит? Еще раз. Вообще, Лашон Хаза на арамейском, все равно Лашон Раа на иврите. Видеть, смотреть вот это все. Но на иврите, как и в арамейском, от этого есть некоторое образование. Рауи. Рауи, это значит, ну, как бы заслуживает принесения, достоин принесения, или там что-нибудь. Подобает принести, ну, что-нибудь в этом другое. Это же самая функция и в арамейском у глагола Хаза. На Экзаказу это значит, что, ну, их подобало бы и приносить. Согласно, то есть, мы не можем сказать, что по закону Тор полагалось бы приносить, но мудрецы запретили это. Шема Яжей, чтобы он не откладывал все время это принесение там до Йонтова, а потом уже там окажется, что он уже и просрочил вообще срок принесения. Мы помним, в прошлый раз, по-моему, мы обсуждали, если здесь не прошлый, то позапрошлый точно. Когда приносится этим надаримым доводам? У них тоже есть некоторые определенные, как бы, да, позапрошлые, значит, они помнят. Значит, у них есть определенный срок принести. Ну, там, кто-то более либеральный, кто-то более жесткий, но тем не менее. Он говорит, что если мы будем все время думать, а, мы все этим надаримым доводам принесем попозже, праздничек, праздничек, то там, глядишь, оно время-то и пройдет. Поэтому ДСЦ вроде бы так запретили, но нет, мы не должны так думать. А должны мы думать, что Эла Афилу Медора это на Милохазу, что даже и согласно Турии их не следует вносить. С точки зрения того, кто говорит, что не следует. Так, а теперь аргументация. Девушка, что ты алекет депровать айом Милдин, улейка, улейка, неминзан, шема иешхе. И не хочет, не от Ашабад, не от Дом. Окей. Что ты алекет? 2 булки, совершенно верно. И когда эти булки приносятся? Это жертва определенная. Есть такая жертва. Это две пшеничные булки, которые приносятся наши волки. Когда начинается жертва пшеницы, они, собственно, обмечают это событие. Ну, в частности, помимо прочего. С этого момента начинает быть возможным приносить пшеницу, пшеничный хлеб на орех. Теперь, что здесь буквально сказано? Это аргументация, что вот же, эти два хлеба являются обязанностью этого определенного дня. И нельзя принять им какое-то другое деньги. Именно в широком. Они на арамейском это так строились. И тут нет никакой взрывшемой ажгэ. Нельзя их опоздать. Нет такой фантазии, что кто-то будет откладывать их принятия. Их приносит в ровно определенный момент. В определенный час определенного дня. И ни в какое-то другое время. Не запрещайте раньше, например. Нет. 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 И тем не менее, этот хлеб, то есть само принесение, понятно, что оно и должно быть. Но его приготовление, например, ну, как аналог, например, забивание животных. На самом-то деле, животоприношение, квинтэссенция животоприношения, это вовсе не забивание животных, но это открепление крови и жертвы. Даже не сжигание тех частей, которые следует жить. Самое главное, это открепление крови и жертвы. Все остальное, это можно считать как подготовка или, наоборот, завершение того, что там происходит. С самими этими хлебами могли бы ожидать, что если их разрешено приносить в емках, то в этот самый емках можно испечь. Почему бы и не емках? Однако это не так. Нет, нельзя. Нельзя испечь ни в емках, ни в субботу, ни в субботу, если она выпадает на день хлебьем. И тогда это так как 502 дня будет. Почему в емках нельзя печь? Эти конкретных хлебы нельзя печь. Они вообще нельзя. Они не лежат туда. Мне кажется, их все-таки едят, конечно, в итоге. Но закон такой, что их не готовить, их нельзя. То есть, если он его решен, то он их ехать не только? Да. Получается так. Да. Раша объясняет это вот так. Еще есть. И в то время, что он их не зависит. Они не относится к истинам того дня. В этом время у нас жили на лесу, но их не хватит. И именно они не спасли с ними. И то время, что они не спасли на земле. И если они забыли, они не спасли ни в их жизни. И они понимают, что раньше их. И чтобы у кого-то появилась идея, что их нужно принести пораньше. Не бывает раньше. Но раньше было. В отличие от праздничной жертвы, которую именно в праздник нужно забивать, и не получится ее забить раньше, а пробовать пить пусть. Так не бывает, не делают. Но с хлебом делают именно так. Его пекут-то раньше, когда это не нарушает никаких пьемторов, а приносят, соответственно, веру. Чему это доказательство? Это доказательство тому, что противники принесения надорыма, анодовод, въемников будут считать, что такого за контуры, а не причудомого лица. Потому что даже с этим штыолеком, с этими двумя хлебами, которые да-таки приносят въемников, пекут их заранее. То же самое. То есть, если мы можем обойти... То есть, грубо говоря, идеология сторон и противнику принесения лишних жертв въемках... Понятно. Если мы можем обойтись без некоторых действий, мы должны без них обойтись. Либо совершать те действия, которые мы должны таки совершать. Ну, дарим, да, вот, подойдут до завтра. Ну, или будь прибыл, например, вчера. Это не важно. В этом смысле. Даже и лучше, если вчера. Ну, сейчас вот точно кто-нибудь другой почитает. Аня явно устала уже. Нет? Что, хочешь еще почитать? Можно читать, можно не читать. Можно читать, можно не читать. Ну, значит, вот Аня научится, а все остальные нет. Сверху предупреждаю. Мне вот как раз в Шивот, собственно, в Типлом Шивот, мне очень важный урок. Надо читать. Ибай или Гу, это всегда оператор, который вводит некоторый спор, который носился там, где-то у них, в Бет-Медраж. Они задались вопросом, или у них задался вопрос? Май. Да. У них спор. Даже не спор, а просто возьми вопрос. Возьми вопрос. Те, кто говорят, что обязательно жертвы не приносятся к елтовке, что можно их принести готов? Нет. Нет. А в ВАРВА ШАХА. Если никто, ну, зная или не зная, что их нельзя принести, он что-то принес. Приступил этот запрет и принес. Что с ними тогда делается? Рова Амад. Зурэ, Эльдам, Аль-Медан, Типал, Аль-Медан, Типал, Аль-Медан, Типал, Аль-Атир, Бас-Ар, Зу-Ахимов. Рова говорит, что... Крапит. Он кропит кровью жертвеник Зурэ, Катадам, в смысле Аля Мизбер. Чтобы мясо стало можно есть. Да. Потому что... Я не зря говорю, что это кропление жертвенника – это главная составляющая часть жертвы. Между прочим, оно разрешает... После этого разрешено есть мясо. Это называется макир. После этого разрешено есть мясо жертвы тому, кому оно положено есть. Иногда хуэном, иногда... Иногда и никому, если это в ссоржении. Но когда положено, то это... Именно это действие разрешает. Он говорит, чтобы мясо не пропадало. Надо его допринести, допринести как-то. Да, жертва уже забита. Все, она уже обратно не встанет и пойдет никуда. Значит, кровь уже собрана. Что теперь делать? Ну, можно как-нибудь выглядеть, не знаю. Но он говорит, нет. Давай, как мы окропим жертвенник, и тогда мясо сразу станет можно есть. Мы что стараемся? Получается, что мы хотя бы задним числом, вроде бы, как это мясо будет съедобно. Слушай, а что значит, что никто не знал и принес это? Причинники не знали, можно приносить или не можно приносить? Может, это но. Мне сейчас в данной ситуации это совершенно все равно. Говорит, а варвашаха, он приступил к закону. Нарушил. Нарушил и забил. Что теперь делать? Неважно. Кстати, забивать жертву теоретически можно владеть. Не опровергать его сущим. Даже в некотором смысле лучше. Забил на закон или забил? Забил на закон, совершенно верно. Я забил жертву. Да. Я не знаю, мне неинтересно, как это произошло сейчас. Мне интересно, что делать потом. Да, с этим вот тушкой. Что делать? Эмурим – это те части мирных жертв, которые сжигаются на жертву. Ну, потроха всякие основные. Актив – это сжечь, воскурить. Ну, буквально воскурить, но на самом деле имеется в виду, что он просто и сжигает. Чтобы вечером на исходе уже, собственно, сжечь то, что полагается сжечь. Опять же, это невозможно сделать без того, чтобы жертву была допринесена. Допринесение считается краплением крови. То есть, теоретически, вроде бы, как они говорят одно и то же. Технически говоря, они говорят одно и то же. Поэтому возникает вопрос. В чем, собственно, разница на выходе, на выхлопе? В какой ситуации эта разница подходов будет иметь логическое значение? Один говорит – крапим. Крапим, потому что мы, наверное, хотим мясо съесть. Второй говорит – крапим, крапим, потому что мы хотим довести жертву до конца и принести ее в конце концов. Разница какая, технически говоря, что мы кое-нибудь? В смысле, будет ли какая-нибудь разница в том, что мы скажем кое-нибудь делать? Ну и дальше. По словам. На слова «майя бельнаю» всегда отвечают за «ико бельнаю». Есть. Есть между ними следующая разница. Между ними есть следующая разница. Когда, в ситуации когда, что? Или мясо пропало. Это не тьма. А сквернилась. Или куда-то делась. Потерялась, короче. Потерялась или пропала. Это не важно. Важно, что у нас мяса нет в наличии. Теперь он говорит – вот стоит коэн с ложкой крови. Да? И размышляет. А что ему теперь делать? Если он, который слушает рогу, он оглядывается, смотрит. Тушка-то на месте. Если тушки нет, то какого-то ему и не надо. Чего-то никуда бросать. Никто здесь действующего не будет. Я не знаю, что она ушла, была похищена, сгорела в огне. А сквернилась. Самый простой случай – осквернилась. В общем, не может. Мало ли, что творится там во фрамовом дворе. Может оказаться там, не знаю. Человеку, которому неожиданно расцвела проказы. Или ящик. Или ящик, например. Ну, мало чего. Возможно, варианты. Возможно, варианты. Мне не нужно сейчас прямо уместно все это убирать. Но так иначе. Мяса нету больше. Съедобного мяса больше нет. Он, согласно Рове, выливает его. Выливает его. Не доводит его до конца. Если это мясо не держит, то просто мясо, потому что не может положить его поящее или поящее. Потому что просто мясо теоретически возможно действовать в состоянии чистоты. А кодыш нельзя. Кодыш к луну, например, нельзя. Мы и тебе возражаем. С точки зрения Рова еще до конца. С точки зрения Рова он не будет бросать эту кровь, не будет кропить эту кровь. А с точки зрения Руны он будет, конечно, потому что жертва-то допринесена быть должна. И Мурим-то там где-то на жертву не интересует. Мы их даже не отличаем от всех остальных. Мы их бросаем просто в общую кучу. Когда-то там попут. Вечер, ночью. Это как ни забавно. Это самая незначимая часть жертвоприношения. Вот тоже физически мы сжигаем нечто на жертву. Это самое такое, на что обращают меньше всего внимания. Это делается ночью. Это единственный процесс, который мы очень стоим в храме. Это никто не видит. Никого сегодня не интересует, что с ними будет. Как ни странно, казалось бы, ради этого все дела. Так вот, мы все это не совсем ради этого. Самое главное жертв – это кропление крови. Самое неважное – это разжигание. Что значит, что за операторы медицины? Отлично. Я же говорил, они научатся. О, да. Мне придется ступить, потому что это вещь, которой и я разберусь. это это те жертвы эти овцы которые приносятся живут вместе с вот этими двумя хлеба дверцы если не ошибаюсь чинович ман это когда это так дело то что в в сфере жертвоприношений словом мысли преступления дайте уорвала было если преступления вот там это вполне конкретно абсолютно вещь да это такое не когда забивая жертву и пропитие крови там еще что-то он должен думать об определенных вещах они других и ни в коем случае не думать о других а некоторые ключа ключа куда не шло а вот они как мы совсем было конкретно например плохо вот совсем совсем плохо думать о том что ты это мясо съешь позже определенного часа ну тогда когда его запрещено будет здесь пока не на женщинах у него нет времени думать он должен должен очень напряженно думать о том что он делает но он должен думать об этом правильные вещи они ни в коем случае не думают неправильные вещи и там женщины очень тяжелый труд поверьте значит коэн принося жертву должен иметь ввиду что это и же именно вот эта самая жертва которую он принесет да это называется лишмам 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 нет это значит приносить жертву во имя этой самой жертвы это и значит думать о том что она приносит его как таковая а он думает теперь что она не как таковая а какая-то другая это называется шелрюльшман этот случай имеет ввиду он забивая эти кисе ацера этих барашков он думает что они какие-то другие барашки они вот эти самые это называется шелрюльшман что это значит раньше или позже это когда их не зван кодом ацеры вэгэм руку фрешу ли шем киевсе ацеры то есть они отделены в качестве таковых да они на них есть имя написано киевсе ацеры да они посвящены в эту самую жертву а группы куэн перепутал календарь с пьяной и чего а у нас что зарядки нет здесь оба на хорошо что он пишет хотя бы мы это просто выключили не надо возмущение так значит все это сказать да и он их принес это за ним на день раньше имея ввиду и что это киевсе ацеры но это не ацеры беда в чем вот так и честно всем делать да да это по-моему не прочла еще оригинале урца это значит что жертва считается удовлетворить от слова рацион что жертва принесена в благоволение Бога жертва считать принесена в Бога засчитывается совершенно верно да причем там есть три разных разряда незасчитанных жертв вот она это самый высокий засчитанный он полностью засчитывается урца это например значит что им не надо переприносить заново это здесь непонятно почему им не надо переприносить заново если сам шивот он не должен именист то это непонятно сейчас давайте поймем что здесь сказано вообще а подожди а дальше ты сказала да альминатри активируем для того чтобы потом принести вот это вот сжечь вот это то что сжигается и давайте посмотрим что здесь о чем это и Майта Шабад Луиз Ро он не должен тропить почему я раз читаю Шаареи Ассури Вашель Улицелот Айон Вилойю Халат Минабаса он не должен тропить потому что все равно мясо с съедобными местами готовить готовить его не нельзя в субботу странно почему-то экран потемнело и и и непонятно да я же включил в сеть он даже показывает что он больше сеть в субботу так и зачем нам собственно это все привезено это мы подождите секунду давай разберемся у нас сейчас у нас была позиция две позиции да один говорит что мы незаконно да контрабанды пронесен у бьем тут необязательную жертву он уже уже один говорит мы доводим до конца чтобы можно было съесть ее мясо мы доводим до конца для того чтобы можно было сжечь то что то что нужно сжечь теперь как возражение на какой-то из этих подходов лихорадочный пытаюсь понять на какой нам приводится вот это самое братье тут тоже есть неправильно проникционная жертва ну и казалось бы нам нам там тоже то что мы говорим на что возражение нам ничем не поможет а может быть может и поможет не наоборот он говорит там же прямо к русскому это шабак луизу в инзарак папа 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 нет после того как он уже сделал пост папу мы к этому относимся вот так как сказано брать а мелькотхила он вообще не должен ее пропить тогда как в наших тех подходах оба они говорят из рук мелькотхила да тут так говорится ло из рук вот это мне тоже непонятно а мне тоже непонятно потому что вроде бы вроде бы про про емков они как раз то же самое говорят из рук адам и зарек давай но давай но пока мы не помнишь что здесь скажем мы не поймем дальнейшее а не не вот дать поймем поймем давай посмотрим да что проблема а каши каши не прожили давай давай бишлама лиробуна лироба ниха ну хорошо и шлама шаром ну хорошо для рава это нормально это подходу рава это как бы соответствует ниха но да потому что потому что почему потому что у него вроде бы как идеология такая что именно для того чтобы чтобы сжечь потом сжигаемое мы должны изначально сбросить кровь но тут-то сказано микрофа щит мы не должны ну уж если сбросил дабы сжигают таким образом это вроде порой там нет никаких проблем до мяса мясо не ест а аравуна его не интересует съедобельность мяса его интересует завершенность жертвоприношения верно но 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 здесь мы казалось бы мы говорим против то что не укладывается его подход да мы окропим кровью этой кровью мы не окропим этой кровью и если мы уж окропили то мы конечно же дожгем но изначально мы не кропили и понятно что лерование холерамона каши для раба ворову каши ответ каши такие проблемы но это не последние слова вы ебайте мая это предложение не трактор мотивная версия если хочешь скажу так буквально положение не тренды первая версия автоматически да такие проблемы дарового да вот это был господин такие проблемы но если немножечко подумаем почешем реку мы могли бы найти достойно ответы для него тоже это то что то что сводится оператором и байта ему если хочешь скажу так шанны и швут шаббатми швут йонтов те запреты швут это 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 запрет и сверх запретов торт давайте мудрецов на работу субботними шаны отличается другое дело швут шаббат строй мы строже относимся к запретам с субботним чем запретами поэтому в йонтове да как как вы пытались сказать и правильно в йонтове будут свои законы а там будет миликоксила он должен да он изначально будет будет это кровь это кровь а в шаббате поскольку шаббат исходно строже чем он не будет окей вот так вот так вот так работает окей дальше 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 такая смешная история значит совсем-совсем никто не хочет да конечно бояться-то ничего удается не укусит они угрометы тогда конечно могли баня решетта бьем на юный шутовый Не, не у Равуны, а у Ивии, Авья, Саба, спрашивает. Спрашивает у Равуны, статина, половина, которая принадлежит, не еврея, а половина евреев, с точки зрения шкиты, или он тоже. Да, можно ее забивать, можно ее забивать, полностью не еврейскую скотину, ясно забивать нельзя, потому что Лахэм и Лоли Нохли, только что говорили, полностью еврейскую, понятно, можно. Как ее можно забить не еврейскую скотину для евреев? Кто же тебе свою скотинку даст? Если она станет еврейской, тогда пожалуйста, это же его скотинка. Нет, у нас тут товарно-денежное отношение рулят. Если скотина чья-то, то предполагается, что он юрисиент. То есть, отбиваешься, не ты язычный привел к корову? Нет, обычная корова. Вот корова. Мы с моим соседом Мухаммадом владеем, сообща, одной коровой. Хотим съесть ее, ну вот на емкость. Можно ли ее забить или нет? Вопрос. Я буду повторять. Совсем будет плохо. Сказал, что можно. Какая разница между этим случаем и случаем Нодарим-Надавод? Почему? Почему он приводит Нодарим-Надавод? Потому что это не обязательный жаль. Не только поэтому. Почему? Они принадлежат кому-то. Они тоже как бы являются объектом партнерства. Тебя и Бога. Какая-то одна разница. Видимо, они работают здесь в презумпции того, что запрещено Нодарим-Надавод. Это вроде бы как мейнстринная вертика, а другие все более маргинальные. Значит, мы знаем, что запрещено приносить Нодарим-Надавод. Почему? Даже Шламин. Почему? Ты же вроде ее ешь, но ты же не все ей вроде как владеешь. Часть тебе, часть ему. А там работает лохэмбэлэлэгабо адзизна. И уж тем более будет работать лохэмбэлэлэгабо адзизна. И то, и другое работает. Получается, что если скотина не целиком твоя, то ты ее приносить не можешь. Пока еще даже совместно с Богом не может. Нодарим-Надавод рассматривается как скотина принадлежит партнерство. Тобой, тебе и Богу. Они уже посвящены в этот Недор. То есть, эта скотина на ней уже является святыней. В тот момент, когда ее посвятили. Она как бы... Если рассматривать наши отношения с Богом, в том числе и как имущественные, то она становится принадлежащей к партнерству. Мне и ему. Но если Богу, мы хотим ее принести. Он с нами давно не разговаривает. Мы могли бы, конечно, его спросить. Но даже если бы он хотел. Какая разница? Лохэмбэлэлэгабо адзизна. И там мы решаем этот вопрос как нет. В том-то и дело. У нас же есть ответ. Там мы решили этот вопрос как нет. А какая разница между этим случаем и тем случаем, когда мы с соседом Мухаммадом решаем зарезать нашу совместную корову? Да вроде бы никакой. Казалось бы, должно быть тоже запрещено. А ответ – можно. Равуна говорит – можно. Тот ему говорит – какая разница? А он ему что отвечает? Равуна говорит – а вон видишь ворон летит? Ну буквально. Он говорит – он не хочет отвечать на этот вопрос. Он уходит от темы. Да, соскочил. Птичка полетела, да. Совершенно буквально. Тот видишь, что ему отвечать не хочет. Не хотят. И? И? Кинафак. И? Ушу. Амар лэ раба бре… Бре. 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 Эгар gefunden – док. Ух. И этот desperately срекан Бараба-Рагуна, который у нас действовал в предыдущем анекдоте. Разве это не тот самый Авья-Саба, которого ты, Мар, он так уважительно к отцу обращается, которого вы, бабенька, так хвалили и называли великим человеком, Дабра-Раба. Дабра-Раба, на самом деле, не великий человек по-русски, но это так мудрецы говорят о мудрецах, что он знающий, человек знающий. Человек не просто. Как-то так, да, значит, Гавра-Раба, это вот. Умарли, да. Ума, а видны? А, шенька. Ну, смотри, что делаем, просто часы не можем проверять. Возьми, сейчас ты будешь меня читать. Мы с тебя будем в штрафную, как-то. Ну, я не сказал бы, а что я могу сделать? Угу. Моя, видны, да. О'НИИ АЁМ САМХУНИ БАРАШИШО ПАХИНЬ БАТА ПАХИНЬ. Окей. О'НИИ АЁМ САМХУНИ БАРАШИШО ПАХИНЬ БАТА ПАХИНЬ. Это цитата Исширирин. Толь он был не весьма отрез. Не исключено, что это номер на это. Раши деликатно пишет, что он устал, очень устал преподавать, что там много-много выбилок. Это тоже какой-то праздник был, и он все время говорил. Говорил, он дико устал, а хочет поесть уже. Но у меня есть ощущение, что он не был полностью отрез, а отвечать на серьезные вопросы, даже тоже не ведет. Есть такая лоха, что не учат, потому что эти АШИШОТ, это ПУХИМ, они как-то предусудительно как-то мне учат. Но он говорит, нет. Ну, просто неважно. У БАЙ МИНУ МИНХИНЬ. У БАЙ МИНХИНЬ. У БАЙ МИНХИНЬ. МИНТЕ. ДЕ БАЙ ТАЙМА. Да, окей. А он... Я сегодня не могу, у меня сегодня не рабочий день, а он хотел, спрашивал у меня нечто, что я должен привести некоторое объяснение. А у меня это объяснение сейчас из головы вылетело. Я не железно тут сутками работать. У меня уже было тепло, что вот ночью. Да, я уже кушать хочу. И выпил немножко. Короче, отстаньте. Вот. УРВА ПАРА. Ну, там как развивается ситуация, да? Он начинает до авиасаба приходить. И он говорит, так, ну и так. Он говорит, ответ такой. Он говорит, а почему, собственно, ответ такой? «Все, ребята, на сегодня мой рабочий день закончен. Как бы отвалите все». Сынули к нему подходят. Говорят, слушай, я от тебя же столько слышал про эту армию, в саду. Какой он прекрасный человек. Ну, только что ж ты ему нормально с ним не поговорил. Говорят, у меня рабочий день закончен. Я сегодня праздник у меня. Кушать давайте. А он от меня хочет еще какого-то, чтобы я длинное объяснение ему давал. Я не сейчас, а это не сейчас. Так, но теперь, нам-то надо знать. Нам-то надо знать. Ветайма. Тааамамай. Ну, смысл-то какой? Какое объяснение-то будет? Вейма хатсияшин нахривы, хатсияшин нахривы, хатсияшин нахривы, бутанш. Чуть-чуть поднимите голову, действительно, Шмульный. Я понимаю, что у вас профессия не публичная. Это как бы сидите и пишете, это совсем другое. Но голос, да. Ветайма, май, бейма хатсияшин нахривы, хатсияшин в Исраил, мутан, шахатабы, йонток. Дальше, читайте объяснение, собственно. Де епшар ле хатсайд в баса блош хитах. Окей. Почему можно рубить с хаттином партнерским? Ну, почему? Ну, потому что для того, чтобы ей есть, ее нужно зарезать. Совершенно верно. Потому что, не разбив яйца, ее никак не получится. То есть, и не важно, чья она. Ты лично, вот ты, еврей, хочешь съесть свой кусок. Но ты не можешь виртуально отрезать кусок, чтобы она дальше бегать продолжала. Так не бывает. Даже кэзайд в баса, даже столичка мяса, ты все равно не получишь, если ты эту скотину целиком не зарезаешь. И бог с ней, что у нее там даже 99 сотых принадлежит, мухаммад. Для того, чтобы получить свою одну сотую, вот эту вот кэзайд в баса, мне придется ее зарезать. Все, ну куда? Больше никак. Ну вот. А вот, а надарим хорошо, а надарим он довод. А вау, надарим он довод, а сур и шахатан в емтрох. Но жертву надарим он довод нельзя зарезать в баса. Да. Почему? Декони, лохи казаху мишурхан гавуа казахи. Окей. Немножко мутно, но сейчас попробуем разобраться. Переведите, пожалуйста. Потому что коины, они тоже получают свой кусок от этого, да? Несмотря на то, что они... В смысле, получается как? Вроде бы как... Вроде бы. Сейчас я буду читать комментарии и выяснить, что я все наврал. Но, может быть, пока мне предъявляю ситуацию примерно в следующий момент. Когда мы говорим об экономическом партнерстве между нами и Богом в скотине, которая предназначена нами в жертву, что мы, собственно, имеем в виду? Богу есть вроде как не надо. Ну, то есть, в описании иногда что-то такое говорится, но мы понимаем, что это не на самом деле. На самом деле за него едят коины. То есть, собственно, партнерство, о котором имеет смысл говорить, это между нами и Куанин. Но Куанин, как здесь говорится, де Куанинки казахов, мишелхангаво казахов, а Куэны, получающие это мясо, они получают его со стола Бога. Теперь, что это за аргумент? Непонятно. Непонятно. Посмотрим. Посмотрим. Рашхангаво казахов. Это то, что они получают, грудину и ногу, да? Велодин ли баалим бешарабасад. А владельцы получают остальную эмоцию. Кеевед, а нотель прасме бейтрабо. В Немце это киагашхита лешенгаво. Он говорит, Куанин нам, упоминание здесь Куанин, на самом деле нас только сбивает стул. Реально оставим этих Куанин в покое. На самом деле, говорят они. Немножко новый, наверное, фактор. На самом деле, принося жертву, не ладно, съедобно. Да? Речь эту дорогу просламил. Да? Про лот даже и речь не говорит. Речь просламил. Ну, значит, идеология такая, что не ся в жертву этого самого барана. Мы всего его отдаем Богу. А Бог от щедрот своих выделяет нам некоторые куски и его. Иногда больше. Ну, такой у нас щедрый Бог. Живет какие-то потрохания. А нам, значит, все нормально. Мясо лучше и дети. Да, совершенно верно. Да. Значит, вот. Хотя Патраха тоже бывает очень вкусный. Вот. Значит. Да. И получается. Патраха, по крайней мере. Так, получается. Я сейчас посмотрю еще кое-какие места. Потому что. Что-то мне нет сомнительное объяснение. Патраха, получается, что, принеся жертву, мы ее целиком отдаем Богу. И все, кто... Не только коль ним, а коль миши зохе. Мишульхан гавуа зохе. Да. Зохе мишульхан гавуа. Да. Этот баран уже... Мы представляем его как лежащий не на нашем столе, а на божественном. А это как раз мы не имеем права делать в ее. Это въехали, да? Ну. Аня? Надо тебя... Часи гоя есть. Еще раз. Мы сейчас не про гоя. Про гоя, понятно. Ча... Аэ. В том-то и дело. Разница вот в чем. Когда баран принадлежит совместно, мне и Мухаммаду. У меня есть половина барана, и у Мухаммада половина барана. А когда я приношу жертву этого барана, у меня в этом нет никакой имущества. Вообще никакой. То, что я получаю в результате почти целого барана, это особая милость к Богу ко мне. Он принимает моего барана и отдает большую часть мяса мне жертв. Но он все равно считается принадлежащим Богу. И в тот момент, когда я его приношу, я его отдаю Богу. Это та концепция, которая озвучивает здесь раньше. Сейчас посмотрим. Может быть, есть и другие мнения. Вот. Но и именно этого я сделал так много. Я же не Мухаммаду отдаю этого барана. Да? Отношения мои с Мухаммадом совершенно другие. Мне по закону принадлежит половцы. И ему половцы. Мы договариваемся просто, что мы ее зарежем в этот день. Я ему там заполучу компенсацию. И он там сам устроит свою какую-то, свою какую-то айд. С айд. Вот. Или что-нибудь такое. Да? Душка, в конце концов, замуживает за того барана. В смысле, я имею в виду с кем же угощение. Вот. А мне достанется моя полбарана. Тут у меня никакого полбарана нет. Да? Будучи принесенным жертвой, этот баран сразу становится автоматически весь целиком Господним. Тогда, очень интересно получается. Тогда вся аргументация о том, что шламим в лоу лот, там вот это вот все, она вообще куда-то теряется. Потому что ровно точно так же, что шламим, что лот. Приносится Богу, а вовсе не мне. Там-то была аргументация о том, что мы вроде как едим, и поэтому можно. Сейчас она ушла. Да? Травуна вывела нас на какой-то совершенно другой уровень понимания происходящего. Давайте посмотрим, верно ли мы поняли его самого. Нет. Никакого уточнения нам не будет, к сожалению. Увы. Ну, не будет у нас никакого уточнения. Поехали дальше. Тогда, тогда вот так, как я вам сейчас сказал. То есть, получается, что нету партнерства. То есть, нам кажется, что есть партнерство. Что Батрахавр как Богу, Хазевы Шок вроде бы как Кукуэну, а нам, значит, тут по остальному. Нам кажется, что партнерство есть. А на самом деле его никакого нет. С Мухамом есть, а с Богом нет. Вот так вот. Ну, это он повторяет то, что мы уже знаем, да? Что, если половина моя, половина Мухаммеда, его можно резать. Потому что я никак не могу поесть этого мяса, если мы его не залезем. Далее. Прочитайте объяснение дальше. Там еще пять слов. Тесто. Представим себе не барана, а катку теста. Которое, опять же, приведет мне совместно с Мухаммедом. Можно ли ее печь в... Почему можно? Прямо сказано. Асу. Нельзя? Нельзя ее печь в емкость в праздник. Потому что невозможно ее разделить. Наоборот, именно что возможно ее разделить. Эф Шарли Паулгей. Потому что ее можно было разделить еще в стадии теста. Еще при замесе. Нет никаких причин печь общее тесто. Если мы можем ее определить. Вот тебе Мухаммед, твое тесто. И делай с ней шокошь. А вот это мое, значит, тесто. И вот это как раз можно будет печь ее. А вот общего нельзя. Потому что получается, что я пеку для Мухаммеда. Почему у нас возник вопрос про скотины? Именно поэтому. Получается, что я забиваю. Как бы и для Мухаммеда тоже. Но в данном случае у меня выбора нет. Если я хочу свой кусок, то мне надо забить целое животное. Никак иначе не получится. А здесь нет получится. Прекрасно. Просто подели пополам. Это дед. Ты привет. И дальше. И дальше. И еще там что-то. И дальше. И дальше. И еще последнее. OK. Мы этим приводят некоторую Брайт. который вроде бы как идет в разрез с тем что мы только что сказали. Равгона говорит, сын Равханилай, тесто для собак. Вот, пожалуйста, Зор, хорошо, готовили они отдельно? Да, готовили. Нет, это, честно, не моя булка. Редактор из Питера был, я уверен. Тесто для собак. В то время, когда по сути едят его... Вот там какой-то они выгнаны, где-то они пасут. У них есть рожевые собаки. Они вообще-то замешивают это тесто для собак. Ну и себе тоже позволяют. Такая такая ситуация. Отделяй кхала. Это тесто, оно в тот момент, когда мы знаем, что от него едят люди. От собачьей ничего такого нет. Но в тот момент, когда мы знаем, что от него едят люди. Оно начинает дышать бахалат. Да, от него нужно отделять стволы. Что второе? Мер Винбо, Мштад Финбо. Это делают и Руф и Шитут. Она может использоваться для создания Руф и Шитута. Представляете себе, чем я знаю. Говорят на него благословение. Благословение. Беркат Амазон. Мезомним, я так понимаю, что даже из курт того. Что... Что... Ну да. Зиму, да. Зиму на Беркат Амазон. Да. И... Так же... Праздник... Можно его варить. Ну, печь. Да. И... Из него можно сделать мацунку. Да. Совершенно верно. Именно так. Если она не квашеная, если такое тесто не квашеное, она может использоваться в качестве мацунка. В первый день Песока, когда есть обязанность, есть мацунка, она может служить вот эту вот эту самую мацунку. Да? Мммм... Да. Притом, что казалось бы, это для животного. Да. В смысле, вообще, это основное значение, там и собак. Он говорит... Теперь вопрос. В Амай... В Шаре... В Мифлаге... В Мифлаге... В Мифлаге... В Мифлаге... А, окей. Он говорит, почему? Почему? Что за необходимость смешивать свою пищу с собачьей? И дальше говорит, что она... на неё на всю... Ну, там, говорит, благословение, там... наделать хаму, и вся... Вся... Вот эта курга. Он говорит, почему он не может разделить, его при замесе. Вот это мои пирожки, а вот это собачьи. Окей, стоп, 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 стоп. Откан. Дальше. Ну, расскажите мне, что там написано. Видите, можно отделить это тесто от собачьего и червистого? Нет. Тоже нет. Им, собакам. Им, собакам? Нет. Там фишка такая. Что... Во-первых. Шаны и садхвэн. И вот это тесто для собак – это другое дело. Другое, чем что? Чем общее тесто... С мухамадом. С мухамадом, да. Значит, не к ночь пусть... Это самое... Почему это другое дело? Потому что может оказаться так, что у меня, например, пойдёт овца в стаде. Тогда я собакам раздам и дам эту овцу. Они, конечно, не будут смолить мне никакие пирожки мыть. Тогда я все их съем сам. Что ты говоришь? Нет. Тогда уже нет смысла. Тогда их удовлетворить, умиротворить, ублаготворить. Значит, я им тогда на рублю, то и падали. И они прекрасно себя будут чувствовать. Тогда хлеб-то съем я весь сам. Чтобы не пропадал. Ну, понятное дело, да. И тогда получится... Это конкретно человеческий хлеб. А в нём нет никакой доли личной. И что тогда я буду делить? Давайте. Давайте. У нас мало времени тогда. Тогда я быстро... Дело в том, что мы эту сучу уже разбирали. Я просто его быстро прочту. И мы тогда закончим сувью. И тогда разойдёмся удовлетворёнными. Уми итля ла Раби Хизда Гуиль. Разве Рабхизда признаёт принцип, вот этот принцип Гуиль. Гуиль – это можно было бы. Да? А вдруг... Да? А вдруг у него падёт овца? Да? И тогда... А разве Рабхизда признаёт вообще такую конструкцию? Вы гаитмар? Говори голос уже. Да. А, или это не здесь говорилось. Может, и не здесь. Но не важно. По-моему, мне кажется, что мы тоже разбирали уже. Хауфе ми ёнту вле хол. Рабхизда амар лаке. Раба амар и нолаке. Если некто пытается печь хлеб с праздника на будни. Это делать нельзя. А Рабхизда говорит, его порют за это. Как? За нарушение закона. Рабуна, или кто там у нас говорит? Раба говорит, нет, его не порют. Рабхизда амар лаке. Ламрин хуиль у михлай или орхин хазали. Аштанами хазали. Да? Рабхизда говорит, порют. Потому что мы не говорим, хуиль, да? А если к нему все-таки придут гости. И тогда эта еда будет послужить тому, чтобы их накормить. Так и тогда. Так и сейчас. В смысле. И тогда он смог бы испечь эту еду для этих гостей. Так и сейчас он может испечь на тот случай ель. Так вот, Рабхизда беферуш, да? Говорит. Номри михлай. Мы не можем сказать вот так вот. А Раба амар эйнолуке амринон хуиль. А Раба говорит, нельзя его пороть. Потому что мы можем сказать вот этот хуиль, да? А мало ли от друга гость придет? Десять человек. Да сто человек, неважно. И получается, что вся эта кастрюля супа, которая теоретически приготовлена им на завтра, и он вообще-то не собирался сегодня вообще даже есть. И прекрасно послужит накормлению этих гостей. Но если мы говорим, ой, другой гостей тут еще нет. Они еще не позваны даже. Он не имеет совершенно веру, что они придут. Это обман такой. Он говорит, для того, чтобы избежать порки, что такое не скажешь, да? А может быть, ко мне тут как раз... Так вот, это самое может быть, Раба признает. А Рабхизда вроде бы как нет. А здесь он им же и пользуется вроде бы так. Говорит, что, а если у него упадет овца, то тогда получится, что эту овцу будут жрать эти, значит, собаки, а он сам будет весь этот хлеб сам сожрать. И тогда понятно, что это в человеческий хлеб, и нужно к нему относиться как к человеческому хлебу. Не надо говорить, может быть, так получится. Имеется в виду случай, когда у него действительно есть упавшая овца. Он точно знает, что он может накормить собак этой овцу. Да? А хлеб, ну, надо на всякий случай. Может, им больше понравится эта овца. Или хлеб раньше сел, а тут нет? Нет. Если он хлеб раньше замесил, то тогда это и есть отца овец. Это и есть отца овец. Это и есть отца овец. Там мороз. У него пал овца до того. А он уже собрался замесить тесто для собачьего пирога. Вдруг они не наедятся, мало ли чего. Вдруг придут соседские собаки. И при таком раскладе это не собачий хлеб, который ест хозяин, а человеческий хлеб, который он, возможно, бросит собаке. Да? И относиться к нему нужно, соответственно, вот так, как здесь сказано. К нормальному хлебу, который нужно, там, говорить о благословении, там, все вот это вот. Вот такая вот у нас картина вырисовывается. Вот. Всем спасибо. Все более-менее свободными. Эй, слышишь меня, Шурик? Да. Слышишь меня? Да, да. Ну, отлично. Я с вами. Нажми, пожалуйста, на стоп. Субтитры сделал DimaTorzok